Сегодняшний день воскресный перед началом Поста Великого минуется воскресеньем прощенным. В каком смысле мы понимаем это название? Пост, как духовное упражнение, это время очищения, время когда, хотя можно очень много о посте говорить, и никакой рассказ, никакое определение не исчерпает эту тему, но мы только о некотором скажем. Это время, когда каждый человек по-настоящему может с Богом примириться, и кажется, ну а что, есть какая-то вражда, что лично мне есть такая необходимость. Если вы внимательно слушались песнопения, чтения этой замечательной службы, обратили внимание, эту икону, которая сейчас на налой лежит, это образ, который напоминает нам об изгнании Адама из рая. Сегодняшний день своими молитвами относит нас к очень далекому прошлому, начало истории рода человеческого, когда праотцы Адам и Ева рать потеряли. очень кажется порой просто, что Адам соблазнился в раю вместе с Евой какой-то гастрономической прелестью. Захотели чего-то необычного, чего-то вкусненького. говорится, вот оно, грекопадение, нет. Змей предложил, если вкусите, будите как боги, знать добро и зло. Человек захотел стать богом, но без бога. Вот с того самого времени, до сегодняшнего часа, в истории человечества были, есть и продолжают, примерно будут еще многие люди, которые желают, на самом деле, примерно того же. Я сам себе бог, я сам себе учитель. Как говорят, человек, это звучит гордо. Это, если хотите, определение всякого греха, если все-все отбросить, это всегда попытка человека стать богом, без бога. Это глубоко сидит в сознании каждого. Когда люди согрешили, когда случилось страшное, Адам неумело щукается. Он не умел просить прощения. Он мог только на Еву вскинуть, ну и сказать, что вот, Ева, она мне дала. Когда услышал голос небесного отца в браю, Адам, где ты? Не ел ли ты от плода, которого я запрещал тебе ездить? Жена, которую ты мне дал, она мне дала. А Ева сказал, у меня змеется праздник. И вот люди потеряли рай. Появление Бога в жизни человека стало проблемой. Адам, который общался с Богом лицом к лицу, теперь уже прячется где-то там под кустом. потеряв ум, потеряв сознание того, что от Бога невозможно спрятаться никуда и никогда. Если мы посмотрим на себя со всечестностью и внимательностью, мы должны, наверное, где-то почувствовать себя, конечно, очень-очень отдаленно, но церковь именно к этому сегодня зовет, почувствовать себя этими изгнатниками. На реках Вавилонских, там и седохом, и плаком, как мы этот псалом пропеваем. Это иудеи в Вавилонском плену этот псалом воспевали. На вербе, посреди земли чуждей, повесили органы, на которых они исполняли свои песнопения, на деревьях повесили. Их просят там, спойте нам, как и воспоем, пейсь Господню на земле чуждей. И в каком-то смысле мы все находимся в чужой земле. Каждый из нас бесконечно далек от того образа, от того состояния, в котором должен был бы пребывать. Для нас тоже присутствие Бога в жизни, настоящее присутствие, которое что-то требует от нас, зачастую становится проблемой. Я слышу слова о непрестанной молитве, ну да, но я пока не готов. Это для особых подвижников. Я слышу слова «примите, идите, вкусите», зовет Господь, но я пока не готов. Но это потом. И на самом деле каждый Божий призыв, каждое присутствие Божие в нашей жизни, его воззвание к тебе и ко мне «Адам, ты где?» Это как раз об этом. И у каждого из нас найдутся свои оправдания. Почему мы сегодня не в раю? Почему в моей жизни что-то не так? Работа тяжелая, семейные проблемы, немощь телесная. Всегда есть какие-то оправдания внутри. Почему сейчас я не готов на этот призыв Божий отозваться? Почему между мной и Богом продолжает оставаться вот эта стена, которая должна быть преодолена? Идея Великого Поста в Семчасте и в этом. Люди перестали видеть Бога, потеряв правед, но они не перестали видеть друг друга. И много позже уже, во времена Новозаветные, мы слышим в Евангелии слова «Как вы сделали одному из меньших сил, так вы сделали мне». И потому начало примирения с Богом, это начинается с того, чтобы человек примирился с человеком. Потому что на самом деле для нас сейчас видеть Бога вполне возможно. Не знаю, задумывались мы или нет над этим, но когда мы смотрим друг на друга, мы на самом деле и призваны видеть Бога. Как-то странно это звучит. Я уже на этого человека смотреть не могу. Мне настолько тяжко, у меня такая вот же внутри заноза на него, такого Бога. А именно так. А если ты это не видишь, если очи твои помрачены, то ты еще очень далек от того тем, чем должен быть. Вот в преддверии Великого Поста Церковь зовет нас взаимному прощению. Зовет нас подумать о сокровищах, которые на небесах. Прямо сегодня так в Евангелии сказано. Не собирай здесь. Не думай, что ты с какими-то здесь земными собраниями обеспечишь себе стабильное существование в будущем. Все очень шатко. Вот где ты собираешь, там будет твое сердце. И так часто бывает, человек думает, ну да, я здесь все должен успеть и там потом когда-нибудь, когда здесь со всеми делами разберусь. А дел мне становится меньше. И каждый день все больше и больше. Ты разгребал под ним, появляются другие. А Царствие Божие, ну там на потом, когда на пенсию выйду. Или когда еще время будет. Или с понедельника новую жизнь. Ну там где-то потом. Самое важное совершение где-то еще впереди. И так все время на потом, на потом. А это говорит лишь о чем? Что сокровище твое не там, оно здесь. Там где твое сердце, там где твои мысли, там где твои желания. Чем ты на самом деле живешь. И мы слышим сегодня очень важное наставление о качестве, внутреннем качестве того, что должно происходить с нами в грядущее время Великого Поста. Пост это, хотя и время ограничения, время утеснения, но по сути это время праздника. Его называют духовной весной. И поэтому не выгляди унывым, не выгляди хмурым, неодинавая на себе черное платье, черный платок и глаза в пол не опуская. Не пересыпай свою речь каким-то ложным елеословием, таким смиреннословием, который ничего на самом деле за собой не несет. Пост это время праздника. Так сказать, умой свое лицо и помажь в себя маслом, погрызай в себя эти колонны. У тебя праздник. И все, что ты делаешь, совершай втайне. Любую молитву, любую милостыню, свой пост. Никого не осуждай. Тот, кто не постится, тот, кто не мочит. Тот, кто сегодня что-то не может. Тот, кто не может вынести каких-то там молитвенных подвигов. Никого не осуждай, никого не мучи. Потому что как только начинаешь учительствовать, как только ты начинаешь раздавать свои мудрые духовные советы, ты тут же теряешь все. Твой пост, все твои труды не на ветер улетают. Затворись. Найти эту внутреннюю плеть свою. Сделай этот внутренний запор. Пусть никто не знает, и дьявол не знает тех тайн, которые происходят внутри тебя в это замечательное спятое время. И простить друг друга ради того, чтобы от Бога получить прощение, бывает очень непросто. Сказать какие-то формальные слова о том, что я тебя прощаю, и ты меня прости, это не трудно. А прости так, чтобы между тобой и твоим ближним действительно все ушло. Исчезли эти расстояния. Исчезли эти какие-то проложные границы. Исчезла подозрительность. Исчезло недоверие. Оказывается, это не так просто. Это очень великий труд. И порой сразу не получается. И порой человек носит в сердце такую занозу, которая там долго сидит и доставляет ему боль. Он ему, мол, простил. И не раз на исповедь сходил, покаялся в этом. А ничего с собой сделать не может. У него там болит, потому что рана глубока. И это нужно лечить. И первое лечение – это молитва за твоего обидчика. Потому что каждая такая стрела, которая в тебя пущена, это не что иное. Это вызов для тебя. Вызов. Так вот, что такое вызов? Вызов на поединок. Повоюй с собой. Если не выйдешь на этот поединок, так и будешь по жизни обиженным. И все дети будут плохими, и все дети будут врагами. И в конце концов потеряешь все. А вызов – это когда ты выходишь на эту брань. И молитвусь, и покаянием. И если такой слезой пролитый перед Богом, пытаешься все сделать, чтобы эта заноза из тебя вышла. К одному духоносному старцу паломник обратился в таком состоянии душевного раздрая, за духовным советом. В общем, ему казалось, что все его обидели. Столько вокруг людей, которые говорят ему всякие неприятности. Ну давай, видимо, это было в пустыне египетской. Видишь, сколько песка, я сейчас площадку тебе разровняю, а ты пиши имена тех людей, которые тебя обидели. Ну, там что-то писал, писал, писал. Хорошо. А может, были и те, которые сделали тебе что-то хорошее, доброе. Но есть и такие. Пойдем теперь в другую сторону. Вот видишь тут кусок скалы, хоть и молоток зубило, выбивая имена этих людей. Он долго там старался, намного дольше, конечно. Ну и выбил, наконец, имена тех людей, которые сделали ему благодеяние. Он спрашивает старца, а почему обидчиков нужно было писать на песке? Сейчас ветер подует, и ничего не останется. А вот эти имена, они были долго на камне выбиты. И всегда помню так, имена обидчиков пиши на песке, а имена тех, кто тебе благодетельствует, тот, кто тебя любит, тот за тебя молится, высекай на камне, чтобы они не исчезали из твоей памяти никогда. Давайте к этому доброму, мудрому совету прислушаемся. Будем имена наших больших и малых обидчиков писать на песке. Наскрижали в сердце, убивать именно тех людей, о которых молиться, нас побуждает наше внутреннее чувство, наше сердце, наша любовь. Таких людей, на самом деле, намного-намного больше. Тысячи раз больше. Так вот, мои дорогие предмерии Поста Великого, давайте вновь и вновь остановим свое внимание, заглянем в себя, каждый повнимательный, и, может быть, какую-то капельку покаянную, покаянные слезы сможем родить. В смысле о том, что мы, подобно Адаму, очень многое потеряли. Он когда-то глобально потерял, а мы теряли много раз после этого. В каждой литургии это опыт рая. Вышел из храма всем, чтобы этот рай дальше понести. Я очень быстро потерял. Адаму был плод предложен. У каждого свои приманки. Кто-то на вкусненькое, кто-то тщеславим поборается, кто-то ищет легких путей, идет на компромиссы своей совести, кто-то на язык слаб. Мы этот рай теряли уже тысячи раз. И со вниманием, с таким благоверенным страхом, предстанем пред Богом. Чтобы эта покаянная молитва положила начало большому пути, который должен вернуть нас в рай. В радость Пасхи Христовой. Аминь. 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 Артем. Аминь. Продолжение следует...